Всем привет, ребята! Я очень рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Лиса. Я говорю сегодня в полный голос. Сзади меня сидит котик. И это значит, что у нас чайпитие Макбанг. Заваривайте себе поскорее кружечку горячего, бодрящего чая, может быть, кофе, да чего угодно. У меня сегодня зеленый чай. Молочный улун, если быть точнее. Ой, аромат потрясающий. И сегодня мне не хотелось сладкого. И я зашла в свою любимую кондитерскую, чтобы купить каких-нибудь булочек с соленой начинкой, там типа с мясом или что-нибудь такое. Но я увидела там вот эту вот красоту, ребят. Посмотрите, это десерт красный бархат. Только посмотрите. Я не знаю, как можно было это не купить, поэтому я это купила. Но помимо этого у меня самса с бараниной и круассан с ветчиной, кажется. Я не съем 100% это все целиком, поэтому сейчас отрежу себе половинку самсы и половинку круассана, чтобы мы попробовали все. Все готово. Ну что, давайте попробуем, наверное, самсу. Видите, прямо вязко. Это очень вкусно. Не знаю, что-то прям сегодня не хотелось мне никаких тортиков. Ну что, какая у нас сегодня с вами тема? Как я вам и обещала на последнем стриме, я расскажу сегодня о питании своем, о своем опыте диет, опыте похудения. И, ну, в общем, поговорим на всю эту тему. Потому что очень много мне задаете вы вопросов в комментариях, как я питаюсь помимо съемок своих видео, то есть что я ем, как я поддерживаю себя в форме и такое, все такое прочее. Скажу сразу, ребят, в начале, да, в самом, чтобы не было потом никаких комментариев на эту тему, я не претендую на звание великого диетолога. Я ни в коем случае не считаю себя гуру похудения, неправильного питания и всего остального. Поэтому я просто делюсь своим опытом, скажем так, да, то есть как это было со мной, что использовала я, как это все происходило. Красный бархат настойчиво хочет нас покинуть, ребята. Тут стой. Ну, в общем, начнем, наверное, со школьных лет. В школе я всегда была самой высокой и самой худой. Я занималась активно волейболом, где-то классом, наверное, с пятого. Поэтому вопрос лишнего веса в школьные годы меня вот не волновал от слова вообще. То есть абсолютно. Где-то в классе в 11-м я уже начала потихоньку заниматься моделингом, то есть участвовать там в некоторых показах и все такое. Но даже тогда у меня как бы не было никаких проблем с этим. Хотя вообще, как бы генетически, если смотреть, ну, я достаточно склонна к полноте. У меня папа такой не худенький. Ну, в принципе, я по себе вот уже сейчас, годы спустя, там, да, после окончания школы, когда супербыстрый метаболизм остался позади, я знаю, что я, ну, легко набираю вес, как бы это вообще вот так. Вот. А тогда у меня не было с этим вообще никаких проблем. Когда я училась уже в институте, курсе, наверное, где-то на втором, я где-то за полгода резко очень сильно поправилась. Если говорить в килограммах, ну, я весила, наверное, килограмм 75. Для моего роста, как бы, метр восемьдесят два, это не критично. То есть я не могу сказать, что я была там прям такая жирушка-жирушка. Ну, у меня были такие щечки, такие там, вся такая была, в общем, пышечка. Мне это не нравилось дико. И я как-то не заметила вообще, как это произошло. То есть, знаете, как говорят, никто не ложится спать стройным, а просыпается на два размера больше. Да, такого не бывает. Действительно, это всё происходит постепенно, просто ты как-то опускаешься в этот момент, и всё, и потом в один прекрасный день смотришь на себя в зеркало и думаешь, блин, что вообще, как это всё произошло, почему так всё пошло не так. Ну, мне было тогда девятнадцать лет, и сбросить этот лишний вес совершенно не представлялось никакой проблемой. Да, конечно, я пробовала тогда, ну, как и все девочки, наверное, хоть раз в жизни своей пробуют сидеть на какой-нибудь диете. Ой, я помню, мы там прям переписывали друг у друга в блокнотике эти диеты. То какая-то питьевая, то какая-то бессолевая, то что-то ещё. Ну, не скажу, что я прям сильно часто это практиковала, но несколько раз в моей жизни это было. Могу сразу сказать, что это всё полная чушь, ну, во всяком случае, для моего организма это никакой пользы там ощутимой не принесло. Там эта двухнедельная диета бессолевая, которая для меня была настоящей пыткой, потому что, ну, мне действительно было сложно. Я ходила постоянно как лунатик, так кружилась голова, болела, меня всё бесило. В итоге там те 2 килограмма, которые я сбросила за эти 2 недели, они ко мне вернулись там тут же, как только я с этой диеты слезла. Поэтому какие-то диеты посоветовать вам и сказать, что мне они помогли, вот прям не могу, честно. Там внутри сыр и ветчина. Для тех, кто не любит сладкое, это прекрасная альтернатива к раусану. Нога, он очень крошится. У меня всё падает вниз. Мне пришлось прерваться, ребята, для того, чтобы покормить Антона. Слышите чавканье? Ну, так вот. Поскольку у нас сегодня не СМР, я думаю, вам не сильно мешает то, как котик там ест. Вернёмся к диетам. Тогда, в 19 лет, когда я поправилась внезапно, я смогла всё это сбросить буквально месяца за 4, наверное. Причём это получилось как-то само абсолютно. Ну да, я там парочку диет попробовала, на фитнес стала ходить почаще. Но сказать, чтобы я какие-то усилия особенные прикладывала, оно как-то, знаете, просто вот ушло само. И к своему 20-летию я была опять уже тонка, стройна и прекрасна. Если серьёзно, то это был, ну скажем так, расцвет, если это можно так назвать, моей модельной карьеры. Я много с кем тогда работала, много в каких показах участвовала, потому что параметры были прям такие, такие как треба, как говорят у нас в Украине. Я помню, тогда практиковала, знаете, такую штуку, если мне надо было срочно вот там перед каким-нибудь завтрашним или послезавтрашним мероприятием согнать лишнюю воду и сбросить там килограммчик чисто, вот чтобы визуально личико подвытянулось, я просто сутки сидела на, как я это называла, молочный день, просто выпивала за сутки литр молока в течение всего дня, и всё. Мне давалось это легко, мне давало это хороший отрез на какое-то время. Я понимаю, что это, в принципе, не самая полезная штука, молодость. Потом уже, когда закончила институт, когда я начала работать в банке, это сидячая работа, все понимают прекрасно, несмотря на то, что я в Киеве уже когда жила, я активно ходила в зал, то есть таскала там всякие гантельки, бегала на дорожке и всё такое. В любом случае, ну, постоянно приходилось держать под контролем вес, потому что чуть что, знаете, где-то лишнее себя позволяешь, оно тут же вылазит. То есть, если я сегодня что-то съела, я знаю, что мне придётся там потом пару дней воздерживаться. Это нормально. Я пойму сейчас, наверное, все дамы, которым уже слегка за 25, ну, опять-таки, это, наверное, не может быть у всех одинаково, но, в принципе, то есть, после 25, к сожалению, так, наверное, задумано природой, наш метаболизм замедляется. А с этим ничего не поделаешь. Остаётся только подстраиваться и смиряться. Когда я переехала к своему мужу в Владивосток, в Приморье туда, я очень круто похудела вот там. За те полтора года, что мы там прожили, у меня получалось поддерживать прекрасную форму. Во-первых, мы регулярно занимались в зале. Да, мы все поняли, что ты доел. Иди давай, иди. Я регулярно занималась в зале, поскольку мы жили не в самом Владивостоке, а в маленьком городке под Владивостоком. Портовый городок на тысячу человек. То есть, три улицы, два магазина, порт, и всё. Ну, и мы работали в этом порту. Я в финансовом отделе, муж там автоматизации. Там заниматься было нечем от слова вот совсем. То есть, на выходные, если мы куда-то там, естественно, ездили, то во Владивосток, то какие-то вылазки на природу, то покататься на катере по океану. Было круто. По будням, как бы, программа была стандартная. Поработали, рабочий день заканчивался в пять, и мы чухаем в спортзальчик. Там всё было в пределах двух минут ходьбы. Вот реально, с работы вышел, вот он зал. Чего было не ходить, правда? Вот. Плюс, в Приморье очень высокая влажность летом. Доходит чуть ли там не до 95%. Это воздух, по которому там прям плывёшь. Из-за этого постоянно жарко. Потеешь, извините за такую подробность. То есть, жидкость не задерживается особенно в организме. Вот я там прям нравилась себе очень сильно. Ну, в том плане, что была в хорошей форме. Вот. А потом мы приехали в Москву, и здесь, конечно, немножко график наш поплыл, потому что в зал мы до сих пор здесь никуда не пошли. У меня есть велотренажёр, как вы знаете, у меня есть гантельки, и я занимаюсь сейчас дома. Стараюсь это делать регулярно, то есть где-то 4-5 раз в неделю я точно занимаюсь. Причём, если это кардиотренировка, если я на тренажёре езжу, то она занимает у меня не меньше 50 минут. Иначе в ней просто нет никакого смысла. Если это какие-то занятия с гантельками, то это поочерёдно там комплексы то на руки, то на ноги, ну, в общем, как-то так. То есть без вот этих занятий постоянных, ребята, я бы весила уже, наверное, не знаю, сколько. В связи с тем, что я занимаюсь каналом и снимаю достаточно часто видео для вас, мне пришлось, конечно, ну, категорически прям пересмотреть свой рацион и свой режим питания. Давайте попробую вот эту штуку. О, Боже! Это просто отвол башки. Это очень вкусно. Крем какой-то такой творожный. Вот эти коржики, они пропитаны клубникой. Офигеть! Нереально вкусно. Ну вот. Скажу сразу, я никогда не была сторонником правильного питания прям вот всегда. То есть какие-то там маленькие слабости и попустительства я всегда себе позволяла. Но в Приморье я, допустим, пока мы жили там полторы года, да, я для себя выработала очень удобный режим питания. Я позволяла себе всё по субботам. Все остальные дни недели, включая воскресенье, я придерживалась принципа здорового питания. То есть это до полутора тысяч калорий в день, полезная еда, минимум углеводов, а если углеводы, то это медленные углеводы, побольше белка, побольше овощей, фруктов, ну вот как-то так. Здесь, когда мы переехали и когда я начала снимать для канала, естественно, у меня это не получается. Поэтому мне пришлось поменять свою схему питания. В дни, когда я не снимаю видео, я устраиваю разговоры. То есть это где-то до тысячи двухсот полторы тысячи калорий в день максимум. Никакого сладкого, жареного, мучного, всего остального. То есть полезная правильная еда. На завтрак я могу съесть овсянку, но делаю ее на молоке. Нравится мне так. Я могу выпить там на перекус кофе с каким-нибудь кусочком сыра. Кофе я всегда пью без сахара. На обед какой-то легкий овощной супчик, на ужин салатик. Ну вот плюс-минус варьируются, конечно, продукты, но это вот все полезная еда. Это особенно легко делать летом, когда много всяких овощей. Я обожаю делать всякие типа сатей из баклажанов, кабачковую икру люблю делать домашнюю. То есть вот такие полезные штуки. То есть там минимум масла, минимум обжарки. Это не овощи, это полезно, это вкусно. Так в принципе можно разгружаться. И плюс обязательно спорт в этот день. Желательно кардио все-таки и побольше. Хотела рассказать еще о таком был у меня один, единственный опыт. Я пробовала один из препаратов для жиросжигания. я могу наверное назвать его название. Это Кленбутерол. Я думаю многие о нем наслышали. Это вообще препарат для лечения бронхиальной астмы. Но при его использовании был выявлен побочный эффект в виде того, что он запускает какие-то процессы в нервных тканях, что приводит к жиросжиганию эффективному. В общем этот Кленбутерол насколько я знаю очень часто юзают спортсмены для сушек. Ну и в принципе вот такие вот глупые девочки как я, которые хотят попробовать какую-нибудь волшебную пилюлю для похудения. Попробовала я его в прошлом году. Пропила один курс двухнедельный. То есть там схема специальная как его надо пить. Скажу сразу этот препарат нельзя купить в аптеке потому что ну вернее можно но по рецепту и продается он в принципе только тем людям которым его назначает врач то есть бронхиальным астматиком. Я какими-то окольными путями там вконтакте нашла какую-то группу нашла какого-то мальчика который мне привез этот Кленбутерол на станцию метро мы там с ним встретились он мне там как-то из кармана его так знаете у меня было такое ощущение что я поехала с наркотой серьезно. То есть вот это все было в режиме такой таинственности господи. Что могу сказать сразу по поводу эффекта? То есть принимая этот препарат обязательно обязательным пунктом являются физические нагрузки. То есть только в сочетании с кардионагрузкой он дает вот этот вот желаемый эффект жиросжигания. Повышается температура тела там до около 37 градусов идет активное потоотделение быстрее происходит вот этот процесс расщепления жиров в организме. Что могу сказать? Оно того не стоит. Вот серьезно. И ребята если вы хотите какую-то волшебную программу для похудения какую-то таблеточку которую ты типа вечером выпила с утра встал стройным ну не бывает такого серьезно. И вот могу вам сказать точно со 100% уверенностью что ничего лучше чем правильное питание и спорт в мире не существует. Потому что вот эти все быстрые какие-то диеты это все вообще полная лажа а препараты это достаточно опасно для здоровья. Того же кленбутерола у него куча побочек. У меня была бессонница я не могла спать. В принципе вот нервное состояние организма оно было такое знаете какое-то взбудраженное я все время была на таком взводе как пружина. Меня все бесило я взрывалась по любому поводу. Ну и плюс короче оно у того действительно не стоит. Тем более что я не могу сказать что у меня какой-то был прям там ах вау видимый результат. Я еще параллельно с этим сидела на очень очень низкоуглеводной диете то есть практически одни белки и чуть-чуть жиров. Вот и постоянно офигачила на скакалке. Тренажера у меня тогда еще не было я на скакалке прыгала. Я похудела но это было буквально килограмм на 2 наверное на 3 и ну вот оно того не стоило действительно. Тех усилий того плохого самочувствия тех побочных эффектов которые были при этом параллельно. это тут не советую вообще никому делать. На самом деле ну как я для себя уяснила секрет похудения очень простой вот прям максимально простой нужно тратить больше чем ты потребляешь все это золотое правило похудения если вы прям задались этой целью похудеть я не то что там какой-то специалист в этом но как делала и делаю я у меня есть приложение на телефоне которое подсчитывает калории куда я в дни разгрузки забиваю просто количество съеденного смотрю по КБЖУ сколько у меня чего получилось стараюсь сбалансированно это поддерживать и занимаюсь все то есть если я трачу энергии больше чем я потребляю за сутки я худею мне нужно также спрасывать со счетов еще такие там моменты да как цикличное текание скажем так ну девочки меня сейчас наверное поймут да то есть в любом случае раз в месяц мы с вами все прибавляем килограммчика по два и выглядим как надутые шарики не надо этого бояться это вода которая уйдет ну вот поэтому ребят что хочу сказать всем кто там задается целью похудеть и просит какой-то мотивации вам в любом случае будет сложно худеть всегда сложно проще всего это кушать и лежать на диване бегать заниматься там на каком-то из тренажеров кардио прыгать на скакалке стараться придерживаться правильного питания это все ну это все сложно но это единственный путь к красивому телу и к здоровому телу все остальное вот эти какие-то диеты сумасшедшие препараты опять-таки это все вот нездраво серьезно знаете как анекдот этот про диеты известный типа новая супердиета да три дня каши два дня соки один день фрукты один день вода а потом девять дней сорок дней это черный юмор конечно такой но на самом деле это правда все это гробит здоровье все это не идет вам на пользу поэтому ну я за правильное питание в этом плане и за физические упражнения это то что действительно работает все я наелась вот это очень вкусный десерт я был прям понравился ну что я надеюсь я удовлетворила ваше любопытство касательно своего питания и темы похудения вот в общем и поддержания себя в форме вы так часто задаете мне эти вопросы я надеюсь вам понравилось это видео и вы успели со мной выпить чаю или кофе или чего-нибудь вкусного всех люблю встретимся в следующем видео пока-пока пока-пока пока-пока